Харканин Георгий, протодиакон, секретарь предстоятеля Финляндской Православной Церкви архиепископа Карельского и всея Финляндии Льва. Родился в 1961 году. В 1982 году окончил консерваторию города Куопио. С 1982 по 1984 годы изучал русский язык в Ленинградской Духовной Академии. В 1994 году окончил Свято-Сергиевский Православный Богословский Институт в Париже. Имеет степень магистра богословия. Дорогой отец Юрки, мы очень благодарны, что вы согласились дать интервью для нашего портала, поэтому позвольте задать вам несколько вопросов. Пожалуйста. Посвященные, в частности, той теме, которую вы затронули во время вашего доклада. Итак, в настоящее время Западная Европа переживает религиозный кризис. Наблюдаются сразу два явления. Среди европейцев есть люди, которые разочаровались в церкви и отошли от христианской, любой из христианской конфессий, православной церкви, католической, протестантской, разочаровались в религиозной институции. Есть люди, которые разочаровались в Боге в принципе. Есть те люди, которым больше не нужен Бог. Как вы думаете, что является причиной для подобного религиозного кризиса? Это изменение мира. Я бы сказал, что сначала надо анализировать, если этот кризис – это кризис религиозной институции или кризис религии. Я думаю, что это кризис религиозной институции. Два года тому назад сделали довольно глубокое исследование среди молодых в Европе. И там были очень интересные аспекты, которые они там нашли. Например, молодые люди наши, которые даже говорят, что они не верят. Они ищут. Они ищут красоты. Красота или красоты? Как это? Красоты. Красоты. И поэтому на пасхалные богослужения, например, в Западной Европе очень много участвовали молодые люди. Они не пошли в храм, чтобы слушать какие-то доклады о нравственных ценностях. Они пошли в храм удивляться, смотреть красоты, красоты православия, красоты богослужения и быть там с верующими, хотя они не верующие, как мы. То есть, другими словами, если я правильно понял, одну из причин вот этого религиозного кризиса являются по сути сами религиозные институции, которые не отвечают по требностям людей. У нас есть очень серьезный вопрос, что нам надо было бы найти, как церковь во время истории всегда нашла такой язык, который современнее, свежий, но одновременно стоит твердо на камени веры апостолской церкви. Это есть. И для этого, на первую очередь, нам надо обновлять образование священников и священнослужителей, чтобы они учили, конечно, догматику, гомилитику, но и современную психологию, языки, чтобы они знали, на каком языке люди, современные люди и молодые люди говорят. То есть, должны знать жаргон, на котором общаются молодые люди? Не жаргон, не жаргон, но такой язык, который интересный и который тянет молодые. Мы же знаем, я не любитель современной музыки, но у меня трое детей. Вот мои дети, они уже взрослые, 25 лет, у первого сына 24, они слушают вот такую музыку, там есть какая-то металлика и вот такую. Но иногда я слушаю вот слова, когда там, там очень мудрые слова, иногда бывает. То есть, мне кажется, что там вот эти люди, они тоже ищут, но они не знают, что есть такая, как православная церковь, что такое богатство нашей литургической жизни, у нас какие у нас богословские тексти, смотрите, ухтуиха, например, или триодин, что там есть, там все уже есть, все сказано. Ну, а как донести? Вот как вам кажется, какие способы есть, чтобы донести до молодых людей, что вот, тебе нужно открыть, а кто их, и ты там все найдешь? Или открыть триоди? Каким образом? Сначала надо дать свободу молодым, чтобы они свободно искали. Но одновременно мы, вот старые поколения, как мы, мы служим, как мы всегда делали. Но как бы мы интересуемся о том, что они делают, как они живут. Слушать их музыку, вот общаться, о чем здесь дело идет. Вот такие. Чтобы не жили отдельно. И молодые там, неверующие там, и старые верующие там. То есть, религиозный кризис, это на самом деле кризис отцов и детей. Отцы не понимают детей, дети не понимают отцов. Да, но это, я думаю, что это всегда и так было. Но сегодня это, как сказать, сегодня, вот, вы знаете, если вы живете в городе, что у нас, мы слишком торопимся. Очень у нас живем так, что семь часов уходим, а в 6 или 7 вечера возвращаемся. И после этого у нас нету этой традиции, как было у нас раньше, что ужинаем вместе. Кто-то смотрит по интернету какие-то имели, кто смотрит телевизор, разговаривает, наня телефон. Вот это, это мне печально. Потому что, когда у нас, например, мои дети, когда они были молодые, мы вместе жили с женой, с детьми, мы всегда ужинали вместе. Я думаю, что это очень важная традиция. Есть ли в современной Финляндии, наблюдается ли в Финляндии кризис? Да, есть. У нас было 3 недели тому назад. Вот показали на первом канале программу, где был разговор, были ученые люди и церковные люди, не только наша церковь, но лютераны. Они говорили о гомозексуализме. А после этого разговора ушли из лютеранской церкви, по-моему, 55 тысяч членов. Потому что они читали, что их церковь это такая консервативная, что там нет места для тех, которые по ориентации по-другому. Вот это, как сказать, у нас есть такая в Западе, я как православный человек не очень люблю это, такое слово, как эмансипация. Вы понимаете, что каждый кричит, что я так живу. У нас это не принято. У нас принято. Не надо свои, как сказать, грехи кричать. Быть, жить спокойно. А у лютеранов это очень популярен. И вот из этих 50 тысяч бывших лютеранов очень много спросили, как у вас православная церковь, как вы относитесь к этому вопросу. Но мы отвечали, конечно, что у нас таинство брака. Это святая. Что есть брак, это только между мужчиной и женщиной. А никакие другие у нас нет. А потом спросили, ну как вы относитесь к гомосексуализму? Но мы отвечали, у нас был один старый протеир, он сказал, что мы относимся к гомосексуализму, как и к другим грехам тоже. Мы не терпим, но мы любим грешного. И мы хотим помогать, чтобы он стал здоровьем. Вот это. Я думаю, что его отец был хороший. А как вы думаете, вот в этой ситуации, когда множество людей разочаровываются в вере, в церкви, что может православие предложить обществу? Вот общество страдает от того кризиса веры, который в нем присутствует. Какими способами православие может оздоровить, сделать лучше обстановку в обществе, этот кризис веры смягчить, с ним бороться? Как вы думаете, какие способы для этого нужны? Православная церковь может показать миру, что есть одна церковь, которая видела много изменений во время истории. У нас была Византийская империя, вот была Русская. Но до сих пор православие живет так, как и жил, скажем, 1500 лет тому назад. У нас православная церковь не изменяется. Но как бы он терпит. Когда он видит, что церковь работает в других условиях, он адаптирует этому ситуацию. Ну, как верная церковь служит всегда с принципами, которые из древней церкви. Вы по ним поняли, что я говорю? То есть, самое главное, не надо бояться. Мы можем быть полностью православными. Где мы живем? Живем ли в Москве, или в Лондоне, или в Буэнос-Айресе. У нас церковь тоже самая, неразделная. И культурные разницы очень маленькие. И нету такого, как... Есть только одна глобальная православная цивилизация. Вот это всегда глобальная цивилизация. И последний вопрос. Вы в своем докладе говорили о важности взаимодействия церкви и школы. Что обязательно церковь должна присутствовать в школе. Каким образом в Финляндии православная церковь может действовать в образовании? Есть ли такая возможность? Слава Богу, есть. У нас, как вторая государственная церковь, мы имеем право учить закону Божию. Все школы играют в очень важную роль. Теперь люди ранее преподают, православные преподают и мусульмане преподают. Потому что у нас очень много иммигрантов из мусульманских стран. И почти все согласны, что для ассимиляции очень важно, чтобы дети знали свой культурный и религиозный корн. Только таким образом они будут полномоченными членами демократичной страны. То есть религия выучит уважение. Спасибо вам большое. Не зашли. Редактор субтитров А.Семкин